Очень печально вот такое, конечно, все видеть. Поела жизнь. Поднимает колясочку наверх. Вот так он опускается. Песочница без песка. И так пойдет. Так все и должно быть. Ну, правильно, розетка на 220 вольт должна быть. Тут к бабке не ходи. Это вам просто показалось. Это по проекту друзья. Застройщик ждал так дома. А, и трубку домофона. Смотрите, как сделали удобно. Тук-тук. Правильно, это на свои. Тук-тук. Добрый день. Это не Скандинавия, это бомжатник какой-то. Это вот в таком состоянии застройщик передает квартиры. Гидроизоляцию вот так замазывали, замазывали. Но это не поможет. О, так и должно быть. Это проектное решение. Вот тут ручки. Просто вот она валяется. Вот и так пойдет. Здесь мы не видим ни пожарных рукавов. А почему открыто? А потому что здесь вода. Вот это вау-эффекты. Да, качества, конечно, слов нет. Штукатурка, шпаклевка, окраска. Почему вот по диагонали провода идут? Что у нас здесь нас встречает? Первое это, что если у вас нет. А, это ее так криво приклеили. Не удивлюсь, что именно вот здесь лежал снег. Все в лучших традициях новостройки. Первые дома сдали в 2018 году. Ну и в первый этаж. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Мы с вами в Мытищах, деревне Бородино. У жилого комплекса «Скандинавский» от застройщика ФСК. Когда я ехал в Москву, мне было очень интересно посмотреть на уже сданный и эксплуатируемый жилой комплекс от этой компании, которая возводит новостройки и апартаменты в Санкт-Петербурге. Первые дома сдали в 2018 году. Крайний дом сдали в октябре 2023 года. Выглядит дом издалека достаточно красиво. Есть парковочные места, интересные входные группы. Но сегодня мы с вами посмотрим все поближе. Здесь мы с вами видим прекрасное озеленение. Уж не знаю, так ли сдал застройщик, либо кто-то это разрыл и решил здесь, может быть, картошку посадить. Напишите в комментариях. Здесь мы видим большой зеленый двор. Горки, качельки, лазалки для детей. Естественно, все открыто. Песок. Тут что-то, видно, пошло немножечко не так переделывают. Не знаю, по гарантии или нет. Частный сектор, лес, строительный городок. Все в лучших традициях новостройки. Очень интересное решение. Знаете, такое ощущение, что то ли это сделали потом, то ли это вот так все сдали. Такая небольшая терраска, но вид, конечно, у нее такой, знаете, специфический. Места для кондиционеров. Мы видим, что сетка есть, но как подключать, непонятно. То есть нужно сверлить фасад. Из-за зеленения мы видим траву. Мы видим, что она такая местами уже пожухла. Не удивлюсь, что именно вот здесь лежал снег этой землей. Переломанные убитые полудохлые кусты. Вот это, наверное, дерево. Если это так можно, деревцо. Первый этаж. А, это был выход коммерции. Коммерция. Ну вот, поднимаем голову наверх. Видим фиброцементные плиты. А вот это обычные керамические. Третий подъезд. Красивый зайчик. Нумерация квартир, где какая находится. Все вроде, знаете, на первый взгляд достаточно неплохо. Здесь немножечко строительного материала. Вывод воды сделан вот так. Вот непонятно, только это сделали потом или до. Потому что нормально, когда делают проект, то, соответственно, застройщики должны об этом подумать. И, соответственно, спроектировать саранее. Проект, напомню, называется «Жилой комплекс скандинавский». Скандинавский. У меня ассоциация с Скандинавией. С странами Скандинавия. Но я вот в странах Скандинавия. Я был в некоторых из них странах, не во всех. Но я почему-то не видел, чтобы строили дома из фибропанельных плит. Вернее, чтобы не было фасада с фибропанельных плит, чтобы не было вот такой кривой плитки. Я такого не припомню. Я помню зато кирпич. Я помню зато панели из бетона современные. И я помню технологию мокрого фасада. Но она у них совсем другая, нежели чем у нас. Ну, ладно. Пойдем зайдем. Раз открыто. Все посмотрим. У входной группы урна, скамейка и, соответственно, велопарковка. Так, дверь закрыта, обойди. Дверь закрыта, обойди. Понятно. А здесь все не отмыто. Есть большой коврик, об который мы вот так вытираем с вами ноги. И здесь у нас почтовые ящики. Если обратить внимание, вот здесь есть уже обшивка. Не знаю, от застройщика или от управляющей компании. Ну, вот видно, что красили, штукатурили, шпаклевали. И как-то вот не очень все это смотрится, честно говоря, красиво. Здесь забыли снять малярный скотч. Наверху мы видим грильяту. Кроме грильяты мы видим просто, это можно назвать, дырки на второй этаж. Колясочная. Почему-то уже вот табличка. А, это ее так криво приклеили. То есть вот так наискосок. Дверь закрыта. Большое количество стеклопакета. Здравствуйте. Указатель лифты, указатель двор. Здесь тоже, видимо, антивандальную обшивку для того, чтобы это все не убили. Ну, вот здесь видим, что где должно быть... А, здесь электрика, да? Вот за таким шкафом и все вот это вот в таком состоянии. Ну, знаете, как-то внешний вид, честно говоря, не нравится. И вот тоже обратите внимание. Это дом, конструктив. Это монолитные колонны с железобетонными перекрытиями. Все квартиры застройщик передавал в черновые отделки. Даже без межкомнатных стен. И везде, в принципе, газоблок. Поэтому я удивлюсь, что здесь будет колоссальная слышимость. Так как согласно проекту застройщика, шумоизоляцию должны делать собственники. Здравствуйте. По-моему, этому лучше не ходить, а то будут ругаться. Длинный коридор. Все бы даже ничего, если бы, конечно, было бы здесь меньше стеклопакетов, антивандальной отделки. Ну, а так, в принципе, как-то ожидания мои были выше. Итак, лифты. Идемте, поднимемся на самый верх. Тут мы уже видим, забрало. Но наверху это будет все понятнее. Лифтовой холл. Очень по мне странно, что... Ну, во-первых, ладно, здесь один лифт. Такое ощущение, что нужно было делать второй. Высота здесь достаточно высоко. Здорово. Есть даже камера. Лифты мел. Есть указатель номер подъезда 3, что по девятый этаж. Внизу первый этаж, сверху девятый. Лифт расположен вот так. Девятый. Кто не смотрел мои видео, объясню еще раз. Когда лифт у нас расположен вот так, как сейчас мы с вами зашли, то при заносе длинномерных предметов будет неудобно. То есть надо их заносить как-то по диагонали. Будет вот здесь все побито. Их надо будет как-то ломать. Там гипсокартон не очень удобно. Целые листы затаскивать. Поэтому если бы лифт был бы в длину, то это было бы намного комфортнее и удобнее для всех жителей. В лифте. Вот компания Мел. Мы видим вот такое большое табло. Едет шумно, но пока кабина не качает. Кнопки. Шрифт для слепых. Брейли. Если не ошибся, поправьте меня, пожалуйста, друзья. И здесь тоже антивандальная обшивка. Ну и вот уже вот. Видите, полусухая стяжка. Почему? Потому что там даже стяжки нет. Даже и стен тоже, друзья, нет. Приехали. Открываются двери. Створка серого цвета. Она такая, знаете, сразу эконом-вид. Большая цифра 9. Нумерация квартир. Здесь мы с вами видим просто неотмытую плитку. Здесь мы с вами видим, что управление лифтами находится вот здесь. Обратите внимание, как не так много места они занимают. Особо в глаза не бросается. Это вот только будет на последнем этаже. Я поэтому всегда поднимаюсь на последний этаж. Как это я называю, забрала, смонтирована. Вот, как видите, наверху впритык. А здесь вот у меня практически вылазит палец. То есть можно было все сделать ровней. Ну и, соответственно, хотелось бы, чтобы это отмыли. Почему не отмыли, непонятно. Выход на лестничный марш. Туда мы выйдем чуть позже. Вот здесь тоже, видно, забрал. То ли стенка кривая, то ли это монтаж такой хороший. А здесь открываются окна. На окнах отсутствуют местами заглушки. Почему-то они забыли снять, видно так, в проекте, кто производитель стеклопакетов. Здесь у нас зона ожидания помощи. Личное имущество не оставлять. Это значит не личное. Вот мы видим детали от потолка, грильяты. Здесь мы видим, что отопление заканчивается. Здесь клапаны сброса воздуха стоят. Ну вот внешний вид, конечно, вот этого всего так себе. Хотя бы закрыли бы красивым коробом. Смотрелось бы лучше. Когда здесь будет жарко, как проветривать, непонятно. Потому что если у вас нет оконной ручки, то, соответственно, очень будет тяжеловато открыть дверь. Сверху мы видим частный сектор. И видим трассу. Соседний дом. Видим, как уже красочка сверху облупилась. Ну давайте зайдем, посмотрим, что у нас здесь в межквартирном коридоре. А что у нас здесь нас встречает? Первое – это магнитный магнит, который, соответственно, вот так он висит. Ну так и должно быть. Это же недавно сданный дом. То есть все вот так в порядке. Выход к лифтам, когда они окрашивали, окрашивали с табличкой. Это говорит о качестве, контроле. Вот лично для меня, застройщика. Соответственно, вот здесь датчики. Здесь зуми работает. Здесь зуми работает. Ну, практически ровно. Надо было, конечно, шпаклевать, потом уже монтировать. Но тут, видно, все сделали наоборот. Здесь мы с вами видим, вот он, пожарный оповещатель. Почему вот по диагонали провода идут? Почему нельзя было ровно сделать красиво? Мало что он по диагонали, так еще и короб идет по диагонали. Обычная нумерация квартир. Просто обычные двери. Смотрится все неказисто. Качество окраски оставляет, по мне, желать лучшего. Сверху у нас такая же грилята, такие же оповещатели. А наверху мы видим большое количество различных инженерных систем, открытые коробки. Но зато хотя бы снятые с пожарных датчиков защитные колпачки. 129, 130, два замка, обычная ручка. Но двери такие простые. Может быть, их даже менять не будут. Здесь должна быть коллекторная, как я полагаю. Коллектор держится крепко. Но почему-то так немножечко наскосок идет. Я не знаю, почему они не могли сделать ровно. Соответственно, здесь есть возможность передавать показания автоматически. Но для того, чтобы это все подключить, вот эти провода, друзья, нужно куда-то подключать. А куда их здесь подключать, Бог его знает. То есть здесь это не предусмотрено. Хотя стоят современные счетчики. Часть потолка уже разобрали. А, вот она, коллекторная на тепло. Так что тоже, вот они есть провода, друзья. Но при этом, куда это все должно крепиться, к сожалению, ничего нет. Какой-то гул. Не знаю, это пылесос работает или еще что-то. А, это здесь какое-то оборудование стоит. Там здесь кулер, и это вот он так работает. Ну, в общем, честно говоря, знаете, вот я на это смотрю, вот видите, тоже, обращаю внимание. Вот он основной цвет. До этого он был покрашен вот в такой цвет. Вот она шпаклевка, а вот штукатурка. Давайте ближе. Вот штукатурка, шпаклевка, окраска. А потом они сказали, блин, ребята, а вы не те двери привезли. Давайте-ка в цвет дверей покрасим стены. Ну, вот здесь, конечно, не могли они окрасить нормально, ровно. И поэтому внешний вид, конечно, смотрится не очень. Дальше. Гриле-то хорошее, недорогое решение. То есть, все, в принципе, должно быть нормально. Можно даже ровно смонтировать. Но здесь почему-то это сделать было не судьба. Ну, и по мне, ну, в принципе, она даже неплохо смотрится, если была бы ровная и красивая. Забрала, смонтировали на обычных белых саморезах. Вот они, видите, остались здесь. Если вдруг кому-то нужно, или там еще что-то подкрутить. Ну, вот, я не знаю, я вот так смотрю, блин, и как-то, знаете, честно, не радует. Клининга тоже здесь понимания никакого не было. Потому что почему-то прошел практически год. Ну, полгода прошло со сдачи, и до сих пор все в таком состоянии. Выходим с вами, лестничный марш. Открыто. Лестничный марш из бетонного завода. Ну, сами видите, как держится граждающая конструкция. Здесь она держится крепче. Так что рекомендую не держаться за нее. Потому что, возможно, останется в руках. Здесь шикарная ручка. То есть кто-то это пытался... Это даже открывается и остается в руках. Ну, ничего себе, смотрите, ну, просто красота. Это, друзья, новый дом. Жилой комплекс скандинавский. Ну что, отсюда мы видим двор. Мы видим набивное покрытие. Мы видим деревья. Мы видим на деревьях таблички. Посмотрим, сколько это все обошлось застройщика. Спортивную площадку. Ну, вот зеленая зона, она есть. Ну, как-то ее немного. Но снизу смотрится, кстати, достаточно красиво заборчик. И он, кстати, напоминает, как сделали они вот здесь входную группу в одних своих первых изданиях. Для Москвы, кстати, винфасад для их Ливмата – это, в принципе, такое нормальное решение. Но, конечно, лучше кирпича или окрашенного бетона, я считаю, ничего не было. Пока еще не придумали. Да, качества, конечно, слов нет. Все, дальше она не идет. Вот так и будет дальше висеть. О, девятый этаж. Поднимаешься по лестнице и понимаешь спасибо тем, кто это приклеил на малярный скотч. Здесь уже лестничный марш застройщик вылил сам. Ох ты, чуть не упал. Марш высоченные ступени. Поднимаемся с вами наверх, посмотрим. Может быть, нам повезет, что здесь открыта дверь. Но тут в традициях лучших застройщиков все в грязи, не отмыто. Зачем отмывать? Главное сдать. Дверь закрыта. Спустимся на этаж ниже и посмотрим, что там. Здесь, кстати, отделка достаточно хорошая. Мне нравится, что ровные, гладкие стены. Но самое печальное для меня, что здесь очень сильно не хватает клининга. И почему-то, когда производились малярные работы, за ними, похоже, никто не смотрел. Потому что все сделано как-то так. Восьмой этаж. Смотрите. На двери просто можно рисовать. Вот палец весь белый. Здесь пока аналогичная картина. Аналогичные нет. Ручки. Цифра восемь. Нет указателя, на каком этаже находится лифт. Это тоже, я считаю, минус. Вот эти двери снимут доводчики, потому что очень некомфортно их постоянно открывать. Вот тут уже делают ремонт. Цвет стен, кстати, смоется красиво. Здесь уже он другой. Темный цвет, светлый цвет. Даже вот таблички нормальные. То есть они даже, вот эти таблички, смоются неплохо. Ну, когда вы окрашивали, зачем обкрасили таблички торцевых? По мне, честно, очень-очень странное решение. А я, конечно, не знаю, как вам, но мне, знаете, вот приобретаешь новую квартиру, как новый автомобиль. Приходишь, он там в салоне весь намыт, блестит. Менеджер с улыбкой наверху бантик. Новая машина. А здесь, блин, приходишь, ничего не отмыто. Все в грязище, блин. И вот это вау-эффекта, его здесь просто нет. Так как лифт едет на минус первый этаж, давайте спутимся и посмотрим, что здесь в закромах этого жилого комплекса у застройщика. Ну, из плюсов, конечно, здесь есть правила пользования и куда позвонить. Минус первый этаж. Минус первый этаж. Вот так выглядит минус первый этаж. Вид сразу совсем другой, нежели, чем со второго по девятый или сам первый этаж. Здесь обычная, друзья, штукатурка караэт, чтобы не выравнивать стены. Да и то, знаете, шпателем они вот так работали. А здесь решили вот так сделать. И сразу это бросается в глаза. Почему нельзя было все сделать ровно, одинаково? Потому что вот здесь практически все делали вертикально. А здесь еще решили горизонтально. Дверь открыта. Значит, можно, соответственно, пройти. Ну, спасибо, что здесь есть плитка. Мы видим качество инженерных систем. Мы видим, что вот здесь почему-то держатели решили загнуть. И он почему-то открыт, ничего не держит. Вот это что? Для чего? Ну, раз и есть, сдали. Согласно все проекта. Тут просто, не знаю, какой-то дракон настоящий. Здесь вот тоже, обратите внимание, кабель как идет. То есть, вот такое ощущение, что потом домонтировали. А вот здесь для отопления делали отверстие. Смотрите, отопления нет. Ну, странно, как же так можно проектировать, строить это все. Здесь какие-то идут трубы. А здесь мы видим, что в гофре проходит электричество или слаботочка, не знаю. Но вот видно по вот этим следам ржавчины, что влага просачивается. Тут, ну, это дырка на первый этаж, мне по-другому не назвать, потому что зачеканить могли, но не сделали. Тут вентилятор, как, не знаю, в Советском Союзе. Ну, что-то как-то, честно, пока не прельщает. Здесь должны быть у людей кладовки. Здесь мы видим, что все в воде, штукатурка вся поотваливалась. А, канализационная труба. Вот они кладовочки, 65-я и 76-я. Все открыто. А почему открыто? А потому что здесь вода. Все стоит в воде. Понятно, что здесь все топит. Вода просто так не может быть. Ну, и тоже вот это решение, да, какое. Один открыл, второй открыл, и уже никак не пройти и не выйти. Здесь мы тоже видим следы влаги. Чтобы не говорили, что я одну кладовку показал. Здесь в кладовке мы тоже видим, друзья, следы влаги. И вот это вода. Поворачиваемся, 66-я кладовка. Это аналогичная картина, тоже все в воде. И вот смотрите, торчит арматура. Разве вот так должна торчать арматура? Вот она, вот. Просто обрезали не до конца. Стяжечкой залили, сделали гидроизоляцию. И почему-то произошло подтопление. Здесь сухо. Здесь ничего не видно. И здесь сухо. Но так как вот здесь реально труп никаких я не вижу, то понимаю, что это скорее со стеной, наверное, шум. Либо здесь полностью каким-то образом где-то прорвало, чтобы до сюда дошла вода. Потому что вот здесь по ощущениям, что она тоже была. Здесь мы видим строительный мусор. Мы видим витамин. Мы видим самое низкое место, где... Вот он расположен, погружной насос. Видно, что они здесь откачивали когда-то. А вот она, штепсель. Который никуда не подключен. Он должен вот сюда быть подключен. Здесь тоже все видим в воде. Тут цемент. Тут цемент. Ну вот так выглядит подвал. Здесь мы видим большое количество удлинителей. Здесь мы не видим ни пожарных рукавов, ни муфт. Вообще ничего. То есть не дай бог пожар. Все сгорит и никак не потушить. Даже сотрудник МЧС им подключаться не к чему. Потому что просто ничего нет. Вот как это так происходит? Я, честно говоря, не понимаю, как это сдает. Вот здесь мы тоже видим по штукатурному слою, что из-за влаги он отходит. Здесь неприятный очень, друзья, запах канализации. Проходим дальше. Видим, что вот здесь аналогично все текло. Не знаю, кто же это исправляет управляющая компания, скорее всего, либо застройщик. Потому что дом еще на гарантии. Блин, ну сдали в октябре 2023 года. Что это за позор такой? Здесь тоже влага. И вот такой, знаете, какой-то специфический очень запах. Здесь влага. То ли вот со стены это идет, знаете, честно, непонятно. В общем, как это еще там не текло, какая-то фигня всякая. Потому что труп 10 нигде я не вижу. Зато утеплитель, видимо, не хватило немножечко. Вот так. А за чекание утеплителя, он уже вываливается. И так пойдет. Да, ну здесь вид аналогичный. Тоже влага. Поэтому все открыто для того, чтобы проветривалось. Вот вам, друзья, и качество от застройщика ФСК. Идем дальше. Так, вот это я вам уже показал. Не будем застрять здесь. Внимание. Пройдем вперед и посмотрим. Дымоудаление. Вот почему датчик не поставить ровно по 90 градусов? Почему вот ставят его наискосок? Вот это подводка. Ровно, чтобы сразу не сделать. Я вот, честно говоря, не понимаю. Стой. Напряжение. Электрощитовая. Вот тут ручки. Просто вот она валяется. Блин, полгода и все уже. Блин, опять запах фекалий. Господи, какое вонящее, друзья. А это что? Это чтобы тут дети заходили, могли это все покрутить. Почему это вот здесь находится? Почему это оборудование в открытом доступе? Вот тоже, знаете, вопросы, на которых пока нет ответа. Ну вот забрал у нас. О, так и должно быть. Это проектное решение. Вот застройщик. Аналогично мы видим самое низкое место. Здесь воды чуть меньше. Погружной насос. Ну вот все как обычно. Тут серверная. Закрыто. Вход по картам. Блин, даже вот не хочу сюда наступать. Непонятно вообще, что это. Потому что запах фекалий метроиндец тут. Значит, здесь такое ощущение. Знаете, кому-то капельницу когда ставят, там-то похожие трубочки, только поменьше. Знаете, все в капельницах. Тут кому-то капельницу ставили. Что случилось-то у вас? Здесь аналогично. Вот видно все вот в таких подтеках. Блин, это новый дом. Почему труба вот так наискосок, смотрите, стоит? Вот видно, что даже на камеру вот она, вот так. Это должна быть по 90 градусов. А потом удивляемся, что все ломается. Ну вот здесь тоже следы влаги. И здесь все аналогично. Блин, коридор просто. Вот знаете, даже что-то нести. Даже при закрытых дверях. Ну, коридор мелкий. Почему нельзя было шире коридор сделать? Ну, зато, видите, кладовки больше можно продавать по площади. 93-92. Это не сняли. А раз не сняли, значит, в проекте так есть. Блин, как так? Кошмар какой. Ну, просто жалко, реально новый дом. Зачем? Система пожаротушения, они никому не нужны. Ну, тут тоже все стоит, Вадим. Вот тут все мокрое, он блеет. Вот, ну как так? А, беленькие, смотрите, как окрасили. Видно, со стеной все протекало. Вот здесь, видно, струилось. Гидроизоляцию вот так замазывали, замазывали. Ну, это не поможет. Там другие методы нужны. Но они стоят просто дороже, и застройщик, видимо, не хочет вкладывать дополнительные деньги. Да. Печаль. Здесь тоже у нас кладовки. Здесь у нас выход инженерных систем. Слаботочки. Ну, вот сами обратите внимание. Смотрите, как вы так считаете? Нормально, друзья, делаемо? Я считаю, что так не должно быть. Все должно быть четко, красиво. В проекте навряд ли так и не делали. Сделано здесь. Но зато есть нумерация. Где какие находятся кладовки? А, молодцы, молодцы. Ну что, пытаемся выйти из этого ужаса? А выходим с вами во двор. Вон, видите, клопомойка есть. Ну, ничего себе. А как вот мне свет включить? Вот здесь клопакет. Как-то надо выкрутиться. О, даже свет есть. Ничего себе. Заходим. Значит, здесь ставим свою собаку. И открываем воду. А воды-то нет. Знаете, воды-то нет. Как клопомойка должна работать уважаемая управляющая компания, которая приняла этот прекрасный объект. Что у нас здесь? Здесь они воду, наверное, отключили. Я даже не буду трогать ничего. Потому что вот видно, что вот они, видите, на герметик приклеили. И боюсь все открыть, что, не дай бог, где-то потечет. Ну, конечно, как качественно они это все смонтировали, вы видите на своих экранах. Даже плитку не смогли. Смотрите, какой уступ вообще трындец. А это что такое? Да, 5 баллов. О, черные саморезы. Ну, правильно. Как же еще смонтировать эту прекрасную дверь, как не на черные саморезы? Велосипедные. Ничего себе. Закрыто все. Вот она. Открываем. А тут открыто. Понятно. Выходим во двор. Ну, двор, как вы уже поняли, он открытый. Хотя есть заборы, и, по идее, можно выпускать детей. Но их не выпустить. Одних без присмотра, потому что может пройти сюда любой. Красивая зеленая трава. Видны вот такие места, где, так знаете, еще не лежал снег, поэтому здесь не осталось травы. Листочки начинают зеленеть. Грязный фасад. Места под кондиционеры есть, но выводов под кондиционеры почему-то нет. Это, конечно, я считаю, достаточная проблема. Из плюсов, конечно, то, что здесь везде большая нумерация. То есть сразу видно, где какой подъезд, где, соответственно, какая квартира. Недорогая брусчатка. Озеленение. Оно есть, но такое посредственно. То есть его должны давно были уже скопать, посадить, соответственно, новую травку. Но этого не сделали. Вот это, друзья, прошло там. Одна зима прошла. Что будет через пару зим, если будет такое же большое количество снега, вот, честно говоря, даже боюсь представить. Ну, давайте дальше пройдем, прогуляемся по этому району. Посмотрим на эту классную новостройку. Что после того, как обычно сдают дом, знаете, как с новым автомобилем сделали и сделали, все в новую. Но здесь почему-то мы видим будку охраны, мы видим санузел. Почему это все было не убрать, вот, честно говоря, непонятно. Но застройщику виднее и спецстрою, строительные компании, которые оставили здесь свое имущество. Аренда, продажа, обслуживание. Шикарно. Озеленение есть, большое количество мусора, детский садик, школу они еще строят. Слушай, ну это нормально, это да, это застройщик, такие терраски у коммерции. Смонтировали на 5 баллов. Идем дальше. Вот он тоже еще один дом, который сдали в октябре 23-го года. Третий подъезд. 87, 173 квартиры. Все открыто, все подперто. Мусор. Ну вот как управляющая компания занимается обслуживанием, если все в мусоре. Почему это все не убрали, непонятно. Здесь у нас уже для велотранспорта желтого цвета, а не темного. Монтажная пена торчит. Здесь что-то, блин, лента торчит. Ну как-то внешний вид так себе. Вытереть можно ноги. Аналогичные почтовые ящики. Здесь сделано чуть аккуратнее. Хотя вот эти сами ящики, вот эти, вот смотрите. Вот они как шпаклевали, как это было все в грязи. Так и осталось. Блин, ну это просто, блин, все в грязи. Здесь гофра вот так криво идет. Вот, блин, вот как. Слов у меня просто, друзья, нет, когда я это все вижу. Велосипедное. Что должно быть велосипедным? Все правильно. Велосипедным должны быть стеклопакеты, мусор, грязь и утеплитель, на которые поставили стеклопакеты, чтобы не разбить. Красота. Молодцы. Еще интересно, выдавали лежителям ключи. Вот видно, где вот подходили, и тут они вытирали, чтобы самим не гляпаться. Алюминиевая дверь, большое количество стекления. Открываем ее. Здесь аналогично, как в предыдущем доме. Все в стеклопакетах и в грязи. Куда поставить стеклопакеты? Правильно, на утеплителе. Здесь вроде так же, как и в том доме. Но тут, ну, это дырка можно назвать. Как вот это обслуживать? Вот смотрите, вот нужно обслуживать. Почему не сделать окошко больше? Почему его не смонтировать ровно? Честно говоря, я не понимаю. Так, это уже, похоже, сами люди выводят себе, да, звонки делают? Или это так от застройщика? Да смотри, а это похоже от застройщика, и здесь аналогично. А что со звонками? Это вообще проблема? Там их не было, тут они их сделали. Это вот в таком состоянии застройщик передает квартиры. Вот напишите, пожалуй, те, кто принимал, вот так это и было. То есть, ты потом сам его вот сюда должен смонтировать. просто нет слов, потому что, да, вот видите, здесь аналогичная 92-я квартира. Вот она, не закрыта. Блин, все уже, все уже убито. Кстати, коридор чем-то напоминает проекты в Питере от Юэта, то есть, такие, знаете, недорогие, при этом простенькие. Вот можно, да, это назвать скандинавским стилем, но до качества, к сожалению, скандинавского этот проект точно не дотягивает. Вот видим, забрало, видим клапан, видим, как он шикарно смонтирован в этом жилом комплексе. Это, наверное, верх мастерства от застройщика. Да, печально все это, друзья, ведь печаль, ну. Еще один лифтовой холл, ну, я надеюсь, что здесь дюшес, а не желтая вода. Кто-то курточку забыл, блин, знаете, блин, это не скандинавия, это бомжатник какой-то. Плитка, обратите внимание, как сделаны стыки, смотрите, уголок отбили, блин, ну, вообще просто, не отмыто грязище, еще ровно не смогли сделать. При этом плитка-то крупная и смотрится, в принципе, неплохо. Но, если голову поднимаем чуть выше, уже видим, что ломельчики-то падают, уходят они отсюда, уходят, печально быть им в таком комплексе. На первом этаже мы видим такую красивую обшивку, мы видим, на каком этаже находится лифт, но при этом выше поднимаешься, и там ничего это нет. Третий подвес, вот тоже, как в том был, да, мы зашли в первый этаж, девятый этаж, двери не задерживать. Ну, понятно, для кого это пишется. Естественно, здесь все открыто, потому что очень некомфортно постоянно выходить и открывать эти двери. Но вот почему-то делают такие проекты. А лифт расположен аналогично. Поднимаемся на девятый этаж. Ну, поднимаемся, поднимаемся. Двери закрываются. И посмотрим, что здесь на девятом этаже. Девятый этаж. Двери открываются. Какой разговорчивый. Уходим. Ну, вот здесь, ну, да, в лучших традициях. Что еще увидеть при выходе на свой этаж? К примеру, вот как мы подняли с вами на десятый кроме вот этого всего. Нормально, да? Здесь мы видим с вами аналогичный коридор, грязные стенки. Мы видим строительный материал. Мы видим отопление. Держится крепко. Аналогичные счетчики, которые некуда просто подключить, потому что застройщик ничего не предусмотрел. Аналогичные видим провода. Ух ты, квартира открытая. Тук-тук, добрый день. Тут никого нет. 169-я квартира, входная дверь, красивое белое панно, очень красиво смотрится. Молодцы. Ну вот видите, здесь нарисованы, как должны быть стенки. К соседям стена из газобетона. Вот так выглядит вентиляция, завод электричества, только до счетчика. Соответственно, система допуска. Мокрая точка раз, это санузел. Мокрая точка два, это ванная комната. Здесь канализация, вот такая дырень выбито, здесь, соответственно, вырезали под воду. Я вот тоже под воду вырезали. Ну вот здесь я выпуск вижу, а вот мне вот отсюда надо как-то тянуть это все, по идее разбирать тогда придется. Вот как это все можно сделать? Я открываю кран, течет вода. А как мне туда подойти? Как вот собственник вот этой квартиры? Мастеру, который будет делать ремонт. Но зато отсюда сверху красивый вид на лесополосу. Здесь проходит линия электропередач, поэтому здесь навряд ли что-то разостроят, а дальше неизвестно. Вот такая большая парковка для жителей будет, потому что туда пока не подъехать. Видим детский садик, видим под кондиционер и ящик. Ну, все. Шумоизоляции никакой нет. Качество вылитого бетона. Есть, что это у нас? Балкон. Да, балкон. Большой балкон. Стенка обычная. Ну, в принципе, и все, друзья. Вот такая квартира. Ну, балкон, конечно, так себе. Здесь, я так полагаю, это для кухни канализация. Ну, вот тоже, да, вот смотрите, вот одно отверстие. А канализация-то, она здесь выше для того, чтобы это обслужить. А вот это, знаете, что такое? Правильно, это на свои. Электрощитовая. Тут, видите, с оборудованием немножко подключается. внизу там не было ящика такого. А, вру. Вот эти, это получается, скорее всего, я даже не знаю, что это. Вот узнать, напишите. С кулерами так сильно гудят. Надо было хотя бы шумоизоляцию какую-то ставить. Ну, со звонками здесь все аналогично. Ток-ток. А здесь мы видим стены штукатурены, whitebox. О! Ну, ничего себе, смотрите, как подписали, это сделали все красивенько. Все, ЕКФ, 63, C10, C16, C32, C16, C16, все. А, и трубка домофона, смотрите, как сделали удобно. Блин, ФСК, ну, вы просто красавцы, блин, так удобно сделали, чтобы вот вам всю жизнь так все все делали. Ну, вы такие молодцы. Ну, кстати, не знаю, это, похоже, строители делали или застройщик. Потому что застройщик передает все в черновой отделке. Отсюда, кстати, можно открыть с высоты, посмотреть двор, соседний дом. О, как хорошо, тепло стало, красота. Так издалека смотрится все неплохо. Вот мы еще пойдем посмотрим с данными напротив дома, что там произошло. Там им чуть больше по времени, не полгода. И вам интересно посмотреть, что, соответственно, с ними. Так нам дальше. Здесь аналогичная квартира. И здесь у нас что? Здесь у нас еще одна электрощитовая. Ну, все, пошли. Вот так все нараспашку. Заходи, как говорится, кто хочет. Полагай, скорее всего, это все не продано, поэтому все в таком виде у застройщика. Знаете, вот сейчас с такой думой задаюсь вопросом, а был ли застройщик в Скандинавии? Смотрел ли он вообще скандинавские проекты, чтобы здесь в мытищах сделать похожее? Так, здесь у нас, как мы видим, с вами все открыто. Выход на кровлю. Вы знаете, такое ощущение, что здесь они вентиляцию проверяют. буйки. Здесь какое-то оборудование или мусор, непонятно. Здесь троса еще здесь. Вот почему, скажите, все это не убрано. Вот заземление как сделано. Мол неотвод. По кровле так вроде ничего, но тут уже ржавчина. Странно, железо должно быть по идее цинкованное. но зато можно пройти с высоты посмотреть место расположения. Вот троса видна. Вон она. Вот там торговый комплекс за домом и промка. да, вид отсюда конечно красивый. О, смотрите, что видно впереди. Видео есть на канале. Кто не поднимался на телевышку, обязательно купите билет, сходите, потому что очень зрелищно. Тут до нее сможешь такое ощущение, что рукой подать, а ехать и ехать. Вот так выглядит ваша кровля. Сняли колпачок, это вентиляция межкровельного пространства, так и оставили, а что дом сдали, и так нормально. Если обратить внимание вот на эти места, то здесь уже видим, тут потрескалось, что-то они тут подмазывали, причем смотрите, тут металл вот так, здесь он вот так торчит. Пленочку забыли убрать, сетку до конца натянуть, здесь что-то было или должно быть, почему-то его нет. Штукатурочка валяется. Вот здесь, например, видно, как текло все, вот смотрите, прямо вот отсюда. Вот это все тоже нужно смотреть, почему? Потому что вы за это заплатили деньги, вы заплатили деньги не только за квартиру свою, а за весь дом, двор, входные группы и все остальное. Но вот не дай бог молнии ударит, вот на самом деле это поднимает ветром очень часто, поэтому управляющая компания, соответственно, должна ходить это все поправлять. И почему они взяли, например, вот тоже, знаете, застройщик сэкономил, есть вот такие подставки из железобетона, они достаточно тяжелые, тяжело перевернуть. А здесь самые недорогие из пластика, которые вот в таком состоянии. При этом, ну вот, как куда, что будет уходить, если это уже вот все в таком состоянии, как вот, знаете, не сказать, что это рабочие. Стаканчики валяются, но здесь аналогично, да, почему это вот так, почему не взяли, не сделали как положено. зато вид отсюда на город красивый. Ох, красота! Люблю, когда много зелени. Вот, школа видна, строительство школы. Вот, напишите, пожалуйста, в комментариях, когда застройщик обещал, что будет школа введена в эксплуатацию. Садик видно, что рабочий, а вот школу им еще строить и строить. вот он как раз через заживленную трассу торговый комплекс. Есть магазины уже на первых этажах, кофе, пекарни, ну, в общем, пятерочка, если не ошибаюсь, то ли пятерка, то ли магнит здесь есть. Поправьте меня точно, кто забыл, они красные, все одинаковые. Соответственно, здесь куча зелени, ну, так, в принципе, сможет здесь, знаете, все вот так нормально, если не учитывать вот такие мелочи, да, почему вот это в таком состоянии, почему это по гарантии управляющей компании не обратилось. Кстати, здесь управляющая компания, напишите в комментарии от застройщика, либо какую-то стороннюю выбрали. Ну, вот, внешний вид вашего, соответственно, вашей кровли. Но, что, кстати, стоит отметить, то, что, что вблизи, что издалека, вот сами эти фиброцементные панели смонтированы здесь у застройщика достаточно ровно. Обратите внимание, они не выгнуты, не вогнуты, все вроде вот, на первый взгляд, хорошо. Видна соседняя кровля, виден частный сектор. соседняя дама. Сейчас пойдем с вами дальше, прогуляемся по всей территории. Ну, и, соответственно, москвичи, все могут у приобрел дежуре подняться, так же, как и я, наверх, и внимательно посмотреть на вашу кровлю. Лифт скрипнул, потрясся и поехал на минус первый этаж. Посмотрим, что здесь в подвале по сравнению с предыдущим домом. Здесь сверху нет рук, как было там. Здесь мы с вами видим, ну, вот смотрите, да, вот есть ощущение, что вот это потом штробили. Это сделали не сразу, а потом, потому что, по идее, забыли. Вот здесь пульт, похоже, не перевисели сюда. Здесь обращаю внимание, как классно смонтированы двери, сделаны откосы. Вот так все должно быть. Это по проекту, друзья, застройщик сдал так дома. Зачем вам ручка, когда двери так открыты? Она не нужна, это лишняя трата денег. Откосы сделаны шикарно. Здесь у нас тоже, смотрите, видите, уже штукатурочка набухла, намукла, отваливается. О, а здесь у нас есть трубы. Какая красота. Вот это не ржавчина, нет, это вам просто показалось. Это брутальный вид инженерных коммуникаций. Под старину все сделано, знаете, как будто дома уже тысячу лет, и вы пришли на экскурсию. Вау, что же здесь такое? Взрыв на макаронной фабрике, какие-то намотанные провода, тут ржавчина, видно, все текло, радиатор не расчехли, и все по проекту. Охота крепкая. Так, здесь влага была, вот она видна по периметру, здесь влага тоже была. И вот видите, что они делают, они вот гидроизоляцию закрывают, вот так, чтобы водичка просто не протекала, а за стенкой-то она есть, никуда не уйдет. И здесь чувствуется запах влаги. Ну, вот здесь тоже влага была. Да, ну, конечно, очень узко сделали, трындец, конечно, так экономить место. Смотрите, как по проекту сделали, тоже красиво. Да, вот это просто кусок огрызок трубы, это, наверное, вентиляция. Проходим, здесь тоже вот кладовки есть, почему-то нет указателей. Здесь мы видим, что сетки они демонтировали. Вот самое низкое место, вот он погружной насос, поплавок, немножечко воды. Швабрами, похоже, ее убирали. Да, запах влаги, трындец, конечно, тут. Тут, смотрите, тоже вот все в воде. Все в водичке. Ну, вот аналогичные там, полагаю, очень мало места для того, чтобы развернуться. Плитка уже, понятно, от влаги поотваливалась. Вот здесь они, видите, гидроизоляция закрывает, но это навряд ли, друзья, поможет. Труба здесь тоже вот так под наклоном. А, да, красавцы. Что скажешь. Шикарный подвал. Это оборудование кого-то из провайдера. Вот он, интернет. Это вот все по такой красоте идет. Шкаф ТВ. Вот так через трубы протягивает наверх. Тут пленку забыли, тут пена прямо оттуда вот так торчит. Наверное, кто-то жаловался на звуки. О, зацепите. Ну, вот тут бабки не ходи, понимаешь, откуда это все текло. Здесь текло, здесь текло. И это уже стало тепло, снег весь растаял. Ну, смотрите, здесь вот аналогично все замазали. Ну, типа мы сделали все по гарантии. Просто реально какой-то позор. О, подождите, это поссали что ли? Она просто желтая, такое ощущение, что пописали. ключи бьют прямо в вашем подвале, где кладовки людей. Слушайте, тут вода какая-то желтая, вот не понимаю, такое ощущение, что собачка писнула, либо это такая вода желтая оттуда течет. Так, здесь сквозной выход. Ну вот смотрите, друзья, сами делайте вывод о инженерных коммуникациях, как вам вот это все. Вы за это заплатили деньги, вы заплатили деньги за пожарные рукава, которых нет. Зуммер кто-то видит, и я не вижу. Как вы считаете, работает или нет? Я полагаю, что нет. Но правильно, розетка на 220 вольт должна вот именно вот так висеть и торчать из коробки саморез. Это по проекту. Тут можно долго гулять, пройтись, видно, по всему зданию. Возможно, кстати, подвалы соединены, не знаю, а возможно и нет. Так, выход есть, надо выходить, это чувство, можно просто здесь заблудиться. На, печалька, конечно. тут лестничный марш, и мы с вами сможем подтянуть, что здесь хранить. Ну, конечно же, здесь должен быть мусор, но, конечно же, должна быть вот такая классная отделка. А зачем зачеканивать, можно вот так железочку прилепить, и так пойдет, и так нормально. Ну, ступени здесь просто шедевральны. Обратите внимание, как подрезана плитка. Мне кажется, профессионалы сейчас нервно курят и грызут губы от увиденного, как можно красиво и классно смонтировать плитку. Да. Идем, выходим. Здесь у нас вот так торчит капель, так все и должно быть. Ассаламу алейкум. Ах. Да, мы, получается, были вот в том доме, а теперь прошли во второй. Тут нет деток, можно спокойно поснимать что-то наподобие ландшафтного дизайна. Скамейки, мусор, бачок под мусор. Блин, забываю, все как называется. А, мы же там, кстати, с вами с высоты видели. Да, вот они на деревьях. Эти прекрасные. Так, вот оно. Снимаем, что тут написано. О, дуб красный, 250-300 сантиметров. Ну, вот смотрите, что с дубом стало красным. Он тут мертвый, и все. И это еще дуб красный, и это дуб красный. А застройщика, для чего мертвые деревья, садите. Кстати, есть два года гарантии на зеленые насаждения, поэтому жителям нужно уже писать заявки по гарантии застройщику. Забыл, как вот это называется правильно. Лазалки прикольные. Качели, высота. Группа компаний. Травма безопасное покрытие сделана хорошо. Горка прикольная. Лазалок здесь для детей немного. Соответственно, в лучших традициях у нас песочницы, без песка. Видите, песочница. А где песок-то? Уважаемый застройщик. Дальше, смотрите. Вот у нас озеленение, травка. Вот у нас скамейки. И скамейки расположены так, что вот ты сюда прохожешь и будешь ходить по траве. Не знаю, специально так задумано или для чего-то. Тут урны почему-то закрыты. Тут хотя бы есть листочки на деревьях. Здесь, если с той стороны получается у нас плитка, а здесь у нас получается обычный винтфасад с керамической плиткой, с кляймерами. Застройщик пытался, но вот смотрите тоже, здесь темные, а здесь светлые. А почему? А потому что вот она двойная идет, и это никак не сделать. А надо было думать. И почему вот здесь одно расстояние, здесь другое. Вот даже вот отсюда видно, смотрите, как все криво. И вот он везде здесь такой, а здесь вот такое расстояние. Тут такое. Почему это все вот так? По мне это просто обычное поливательское отношение к своим жителям, к своим проектам, которые вы здесь сами же и построили. А как считаете вы, друзья? А также вот у меня вопросы по внешним блокам кондиционеров у коммерции и офисов. Ну, я считаю, что не очень красиво, когда это вот все на первом этаже расположено. Надо было как-то это обыграть и подумать немножечко по-другому. Ну, из плюсов, конечно, что проходные подъезды. Это плюс. Ну, здесь тоже вот травку надо подсеивать, но почему-то это никто не сделал. Ну, вот тут дверь закрыта. Ну-ка. Слушайте, а вот здесь действительно закрытая территория, друзья. Вот обратите внимание, захотите выйти и не выйти, потому что она реально закрытая. Вот он, такой замок. Спасибо, застройщик. И вот у меня дальше вопрос. Как вообще организовать здесь доступ, чтобы здесь можно было проходить? Не видно никакого ни электричества, ничего. Только проволока, замок и все. То есть это надо как-то открывать, проходить. Как это вот? Почему это вот так делается, как-то не подумав? Дом сдан несколько лет назад. Тут утеплитель виден. Тут уже плитка вся поотваливалась. И здесь, знаете, такое ощущение, что что-то бахнуло, и вот она вся посыпалась. Смотрите. Как вот так нормально? Почему по гарантии никто не обращается? За ней мы видим вензазоры, утеплитель. И вот она вот здесь вот вся, знаете, какая-то так не внушает доверия. травы нет, озеленения нет. Вспоминайте, рендеры застройщика. Здесь то ли отмостка провалилась, то ли сделали сразу так специфически. А это у нас один из низких участков. Ох, блин. Ну-ка, есть там влага? Нет? Второй и третий подъезд, да, у нас тут. Все в кляймерах, они в цвет плитки. Система допуска. Такой планкер под дерево. Здесь у нас еще низкое место. Тут ничего не видно. Ну, тоже, видите, как все не доходит. Понятно, влага куда-то будет попадать. Все уже в ржавчине. Здесь для того, чтобы подняться с коляской, есть вот такой подъемник, который раскладывается. И с этой стороны сейчас вот здесь разберу, покажу. Смотрите. Вот такой ноу-хау. Я уже такой видел. В Питере тоже такой есть. Вот так он опускается. Мама с коляской поднимает колясочку наверх, спускается вниз и снова складывает вот это суперсооружение. Вот так. Все. Моспандус. Для маломобильных групп населения вот такой суперский подъемник. Батарейки, почтовые ящики. Ну, со звонками что-то как и там. Да-да, здравствуйте, проходите. А вот вам и скандинавский двор от застройщика. Да, здесь что-то похоже. Вот красная плитка, она живет своей жизнью. Озеленение тоже так себе, но площадка вроде такая для детей ничего. Входная группа, конечно, здесь очень специфическая. лифта в уровень землей нет, и нам приходится подниматься вот по этим ступенекам. конечно, когда ты просто идешь, у тебя нет детей в коляске, это все просто, но когда они у тебя есть, соответственно, возникают уже определенные трудности. Да, смотрите, это ноу-хау от застройщика, вот так вместо звонков вставлять просто провода. Лифтовой холл, здесь у нас два лифта, пассажирские, грузы пассажирские, потому что здесь выше приехал пассажирский, есть зеркало, поднимаемся на 16 этаж, здесь есть отис, в новых домах могли бы вместо отиса взять и выбрать другой лифт, потому что есть большое количество современных производителей лифтов, очень интересных, все в принципе делается в Китае, как вы понимаете, но они взяли одно из недорогих решений. Лифт едет нормально, ее кабину колбасит, что-то там такое ощущение, что то ли там лебедка за что-то задевает, то ли смазки ей там не хватает, ну в общем, такое ощущение, что у меня обслуживается, вот мы уже на 16 этаже достаточно, в принципе, быстро доехать. Выходим, цифра 16 трафарета, караэт, темновато, панель красиво сделана, типа, знаете, ламината, курение запрещено, что-что такое, тут не курить, дверь-то закрыта, темновато, скудновато, ну вот видно, что двери люди меняют, почему, кстати, здесь мало квартир, хоть в этом плюс, а потому что застройщик, они так себе, ну тут есть хотя бы пожарные рукава, даже опломбированы, но уже вскрыто, ВК комфорт, есть пожарные рукава, и все подсоединено, как это и должно было быть и в сданных недавно домах в прошлом году. Выходим с вами на переходной балкон, который, знаете, уже поела жизнь, вот так его прогрызла, делаем вот так, потому что нет доверия. Ну вот эти дома, получается, сохранение, которое они сдали в этом жилом комплексе. На кровле тоже сверху мы видим большое количество грязи, мусора, почему не убрали, сразу непонятно, и дальше просто никто не уберет. Видна церковь, видна трасса, виден частный сектор. Трасса достаточно оживленная, слышен гул, а на улице от, соответственно, автомобиля, от него, к сожалению, никуда не денешься. Ну вот у кого последние этажи, вот вид на зелень, конечно, на зеленую зону очень смотрится красиво и практически на горизонте там новостройки Москвы. Большое стекло, лестничный марш, ну тут в принципе практически все то же самое. С бетонного завода плитка, граждающая конструкция выглядит по-другому, здесь она намного крепче, чем там, там видно, они вообще сэкономили. Но зато там нормальная, хорошая отделка, ровные стенки окрашены, а здесь, видите, они штукатурочку накидали и сразу внешний вид как эконом-класса. Здесь можно тоже спуститься на минусы первый этаж и давайте сравним, что здесь с минус первым этажем этажом по сравнению с недавно сданной новостройкой. Да, звук, конечно, изумительный. Работа лифта. Минус первый этаж. Здесь мы сразу на полу видим такое же антивандальное покрытие, как и во всех супермаркетах. Теплошумоизоляция уже отвалилась, ржавые трубы, здесь вот такой радиатор. Внешний вид здесь не лучше, чем мы видели в сданной новостройке. Не знаю, почему застройщик не может сделать, он смотрит, сколько времени прошло, до сих пор все здесь в пленке. Это тоже у людей здесь кладовки. По крайней мере, сырости не видно. Вот это, кстати, покрытие сделано совсем недавно, видно, что оно новое. Виден стройматериал, я не знаю, это от людей, либо это от управляющей компании. Ну вот, блин, уважаемая компания ФСК, за эти посмотрите, как Юйт делает у себя, делал его именно Юйтовские проекты у себя раньше. Вот здесь влага стоит, труба чуть выше уровня влаги, то есть непонятно, как вообще планировали, чтобы влага уходила через приемки. Тоже погружной насос, почему сразу не сделать, чтобы кабель проходил в розетку, а это вот так все было. Вот это уже обслуживание управляющей компании. Интернетчики. Но тут, конечно, внешний вид получше, получше. Посветлее, видно, уже допилили или тогда не такие жадные были, лучше гидроизоляцию делали, потому что здесь, по крайней мере, не видно, чтобы где-то что-то протекало, были протечки, как в том месте, соответственно, где мы с вами были в недавно сданной новостройке. Так что делайте выводы. А вот здесь, не знаю, то ли текло сверху, вот возможно, да, ну вот наверх смотришь, тоже капец, конечно. Закрыть не надо. Пусть все смотрят на это безобразие. Грузопассажирский лифт расположен тоже вот так. Длинномерный, определенно, затаскивать сюда неудобно. Возможно, поэтому здесь как раз и царапины есть. Стартануло так резко. У меня неположительное впечатление. Есть зеркало, информация из отоправляющей компании, группа комфорт. Ну, если вы группа комфорт, так сделайте, ребята, комфортно. А то что-то как-то до комфорта не дотягивает по мне. Да, и с указателями, конечно, очень плохо. Здесь где выход? В недавно сданном они хотя бы есть, здесь, конечно, этого нет. Ну, и вот это, конечно, по мне, это просто трындец. Как и вот это. Да? Как вы считаете, друзья? Внизу с вами видим подземный паркинг. Тоже вот так в плиточке красивенько. Видим влагу. Какие-то звуки капель. Ну, вот видите, вот как утеплитель здесь выглядит. Такое ощущение, что я плитку тут задела какой-то больший груз, наверное, или просто демонтировать, непонятно, либо это так сделали. Ну, смотрите, как водичка сюда течет. Насос почему-то не работает, хотя подключен. Вот тут тоже следы влаги. О, господи, это что тут такое? Тут тоже, видно, прилично тут текло. Вот здесь, видите, они промазывали, но вряд ли это все поможет. Начало тут внешний вид тоже такой. Но вот это, я полагаю, не зря положили, потому что здесь была влага. Вот видно тоже от стенки штукатурка отошла. Да, прикольно, конечно. Помещение клиентов. Офигеть. Помещение мойки. Здесь по периметру, вот видно, была нанесена гидроизоляция. Видно, что штукатурка валится и валится неспроста, потому что здесь была влага. И здесь, и здесь, и здесь. Тут он все в ржавчине от влаги. Просто так ничего не отваливается. Вот тут тоже лужу видим. Прямо из выхода течет. Ну вот здесь влага. Блин, ну а еще что за? Ну вот у них, получается, вот эти места, стыки. Здесь же колонны. Остальное все газоблок у них было. Не знаю, бетон тут или нет. Ну вот по трещине видно. Большая усадочная трещина. И, полагаю, как раз вот, да, из нее прям все утекло. И здесь то же самое. Ну, в общем, капец, конечно. И тут аналогично, видите, пытались исправить, но не знаю, поможет ли это или нет. Очень печально вот такое, конечно, все видеть. Очень печально. И когда ты купил квартиру, а у тебя вот... Тебе приходится потом отстаивать свои права, чтобы сделали нормальную гидроизоляцию. Вот видите, просверливают отверстие, и туда специальные полиуретановые типы смолы загоняются для того, чтобы не проходила влага. Через нее не проходит влага, но внешний вид, конечно, остался такой. Могли бы убрать, сделать красиво, но видно, не судьба, печально. Очень печально, друзья. Тут тоже видно, что он, видите, вот текло на уши. Так, что-то у меня не задел-то. Хоть автоматика работает. Ну, в общем, понимаем, да, что парк протекает. Слушайте, сразу не заметил, просто трындец тут текло-то. Вот они пытались исправить. Вот, не знаю, конечно. Получается, и сверху протекает вода, и с периметра подвала тоже везде протекает влага. Это, конечно, не должно такого быть в современных домах. На первых этажах разные магазины можно и подстричься, и побриться, и купить бытовую химию, и алкоголь, и продукты питания. Да, последняя из данных дома, конечно, смотрится поинтереснее. Возможно, из-за того, что они немножечко отличаются по цвету. Видим с вами автостоянку, но она не бесплатная. За нее нужно заплатить деньги. Подходим, друзья, с вами к Оставшковскому шоссе. Достаточно оживленное. Впереди видим через дорогу торговый центр. Не переходя дорогу, есть ресторан, есть клиника. И здорово, что здесь есть пешеходный переход, что хотя бы можно, соответственно, пройти. Но вот, не знаете, что есть такое ощущение, что в часы пик здесь достаточно плотный выезд и плотный потом заезд. Кто здесь проживает, напишите, пожалуйста, в комментарии, как выезжать и как заезжать в жилой комплекс. Вот тут я как раз полагаю, что пытаются устранить протечки, заделать все вот эти огрехи, которые были допущены застройщикам. Не знаю, переделают это по гарантии от застройщика, либо за счет, соответственно, жильцов. Что будет с домом через 15-20 лет, честно говоря, даже непонятно. Название, конечно, у комплекса красивое, но это точно не Скандинавия. В Скандинавах так не строят. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok